Они выжили вопреки всему и сегодня радуют своих родителей. Кто первыми шагами и словами, а кто достижениями в разных сферах жизни. Международный день недоношенного ребенка отметили в перинатальном центре Карачаева-Черкесии. Назвали праздник. Нам не фиолетово. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам, связанным с невынашиванием беременности недоношенных детей и их семей. Водина Каракетова далее. Здесь помнят каждого ребенка по имену, а их непростые истории. Обнимают каждого как родного. Так и есть, говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Луиза Алакаева. На праздник пришли более 40 семей, у которых в свое время родились недоношенные малыши. Но благодаря усилиям врачей сегодня радуются их успехам. Разделили радость победы с героями этого дня и их родителями – представителями Министерства здравоохранения Республики и уководства перинатального центра. Детишкам, которые здесь находятся, я пожелаю, чтобы они поняли, сколько туда родители выложили в ад. И каждая мать при рождении ребенка, неважно, доношенную, недоношенную, он вызывает определенные надежды на этого ребенка. Мне очень хочется, чтобы все дети, которые находятся здесь, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на этом празднике, смогли оправдать наши надежды. Тамара Кипкеева рассказала о важности проблемы невынашивания беременности, прививая статистику. Недоношенными рождаются около 15 миллионов детей ежегодно во всем мире. И это каждый десятый малыш. На сегодняшний день в перинатальном центре прошло более трех тысяч родов, и 200 малышей родились недоношенными. По словам руководителя центра Евгении Пономаревой, за жизнь 20 пришлось бороться в буквальном смысле слова, так как масса тела этих малышей была экстремально низкой – меньше тысячи граммов. За этими улыбками – огромное усилие врачей и медсестер, терпение и молитвы родителей. Благодаря всему этому супружеская чета Чумаевых радуется первым успехом таких дорогих девочек – Лизы и Луизы. Аж не верится, что я папа двоих детей. Просто чувств не могу описать. Они уже что-то говорят, приходят? Нет? Например, я вот с работы прихожу, например, Лиза уже встречает меня, бежит ко мне. Например, утром Луиза, папа, папа кричит. Этот праздник – акция. Нам не фиолетово, а значит не все равно. Но был организован заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карачаева-Черкесского перинатального центра Луизой Алакаевой. Идея была с удовольствием поддержана абсолютно всеми ее коллегами. И в итоге самые стойкие героические детишки получили массу позитива, подарков и даже грамоты за свою первую победу – победу в борьбе за жизнь. Я сегодня безумно рада видеть пациентов отделения реанимации новорожденных. Мы видим весь возрастной контингент. Кому-то 30 лет уже, на самом деле, кому-то еще 6 месяцев. И мы, глядя на них, мы понимаем, что победа, она вот есть. И эти дети победили. Они победили обстоятельства, в которых были рождены. Они победили невзгоды. И они достаточно успешные. С чествованием этого дня врачи привлекают внимание общественности, социальных организаций к жизни и проблемам недоношенных детей. Комментирует акцию заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Луиза Алакаева. Потому что эта победа – это колоссальный труд медицинских организаций, родителей, а главное – самого ребенка. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия.